Мы с вами обсудили, что такое исключения и как их бросать. Давайте теперь научимся их обрабатывать. В данном примере мы в цикле читаем вводимые пользователем выражения и вычисляем их. В случае ошибки в выражении будем вежливо просить пользователя повторить ввод. Для обработки исключений в языке есть конструкция try-catch. Внутри try — блок кода, где могут случаться исключения. А далее один или более блок catch с классом исключения, именем переменной, куда мы сложим это исключение на время обработки, и, собственно, кодом обработчика. Чтобы не пугать пользователя с тег-трейсами, будем показывать ему только текстовое сообщение из исключения. Внутри catch-блока видны те же идентификаторы, что и перед блоком try. А все, что объявлено внутри блока try, например, вот этот result, в catch-блоке уже недоступно. Если за время работы try-блока исключение не вылетело, то блоки catch не исполняются. Управление передается на код после них. Если исключение случилось и выполнился catch-блок, то после него управление тоже передается сюда же. Блоков catch у одного try может быть несколько. Они просматриваются в порядке следования и выбирается первый с подходящим типом исключения. Проверка делается как на инстанцов, то есть с точностью до подкласса. Например, catch-at-exception означает обработку любого типа исключения, проверяемого или непроверяемого, кроме ошибок JVM. А catch-at-throwable Поймает вообще все, включая ошибки виртуальной машины. Выполниться может только один, первый подходящий блок catch. Другие уже не будут выполняться. Начиная с Java 7, стало возможно в одном catch-блоке обрабатывать несколько типов исключений. Это удобно, когда исключения не являются подклассами друг друга, но тем не менее должны обрабатываться одинаково. После try может быть еще один блок, finally. Он выполнится в любом случае, было исключение или нет, исполнился какой-то catch-блок или нет. Finally исполняется последним. В этом блоке обычно занимаются освобождением ресурсов, закрытием файлов, снятием блокировок. Finally не является обработчиком исключения. То есть, если из блока try вылетело исключение, то после отработки блока finally это исключение полетит дальше. Это характерный, часто встречающийся пример использования блока try catch. Но у него есть один недостаток. Если в блоке try случилось исключение, и исключение также случилось при вызове close, то дальше из этого блока полетит исключение, брошенное из close, а исходное будет потеряно. Поэтому можно встретить еще такой паттерн. Исключение из close здесь явно отлавливается и игнорируется, чтобы не перебивать исходную ошибку. Это немного лучше, но тоже не очень красиво. Из-за того, что всем java-разработчикам приходилось как-то хитрить и некрасиво выкручиваться из этой ситуации, с исключениями в finally, в java 7 была добавлена новая разновидность try. Try с ресурсами. Выглядит эта конструкция следующим образом. После ключевого слова try в круглых скобках выделяются ресурсы, с которыми будет работать этот блок. Их может быть несколько, в таком случае они перечисляются через точку с запятой. Гарантируется, что при выходе из блока все ресурсы будут освобождены. Точнее, что на каждом из ресурсов будет вызван метод close. Аналогично блоку finally это случится при любом раскладе. Было исключение или не было. Но в отличие от того примера блока finally, который мы видели на предыдущих слайдах, здесь исключение isclose не перебьет с собой исходное исключение, а будет добавлено в него в качестве заглушенного, suppressed. То, что реально происходит в блоке try с ресурсами, можно иллюстрировать следующим фрагментом кода. Он может не передавать все нюансы, но демонстрирует идею. Кстати, ресурс — это любой объект, реализующий интерфейс java-lang-автоклоузабл. В этом интерфейсе всего один метод — close. Это тот самый метод, который надо вызывать для освобождения ресурса. Можно свободно реализовывать этот интерфейс в своих собственных классах. И тогда появится возможность использовать их в блоке try с ресурсами. Продолжение следует...